Добрый день, дорогие друзья! Хочу сегодня начать наш видеосюжет из Витязи. Сегодня будут дикие пляжи. Посмотрим, как прорвало лиман в море. Почему море сейчас грязное, но это не важно. Ребята, дорогие сябры Беларуси, сегодня будет снят полностью весь запрет на перемещение. Все ограничения между нашими странами и все те, кто хотел оказаться на наших пляжах, Витязи спокойно смогут въехать в Россию. Сколько было у нас с вами разговоров и я этому безумно рад вас всех раз встречать. Ну теперь давайте, где мы находимся. Это улица Скифская, Венера Ресорт. Мы сегодня снимали на этом пляже видеосюжет, но пойдем мы не туда. Это просто, чтобы понимали, где место находится. Улица Славная, пересечение с улицей Скифской. Вбивайте в навигатор и приезжайте сюда. Абсолютно легально на этой дороге паркуйтесь, выходите прямо на пляж. Если вы хотите более дикие места, вы отправляетесь в ту сторону. Здесь обычно сухо было раньше, но в детстве я помню моменты, когда здесь ребята текли реки. Вот этих гостиниц, которые сзади меня сейчас находятся, абсолютно не существовало. Это были все плавнее. Здесь гнездились пеликаны. Была вообще прям экология крутейшая. И весь водосброс Витязева с Пионерского проспекта даже шел в ту сторону. Натеком впадал, как раз таки, в эти прорвы. Прорвы это прорвало лиман. Раньше их и прокапывали специально, чтобы рыба мигрировала из лимана в море и обратно. И тем самым увеличилось количество особей. Насколько интересно уже рассказал. Сам бы себя заслушался. Но давайте посмотрим все это место, где мы находимся и отправимся вон туда. Начинаем мы, как я и сказал, с улицы Славной. Пересечение с улицей Скильская. Здесь огромное количество гостиниц построено. И мы можем их увидеть сверху. Конечно, вид на море отсюда завораживает наши дюны. Это у нас база отдыха. И, собственно, БФВ находится здесь. Давайте вернемся именно на улицу Славную и пролетим мимо всех гостиниц, которые там находятся. Первая у нас на встрече Анджелина. Я их, честно, всех не помню по названиям. Но вот через одно от нее находится как раз таки Венера Ресорт. Одноименный пляж именно в этом районе. Застройка здесь становится такая прям очень плотная. Все больше гостиниц располагается здесь. Инфраструктуры были лежащие до Парали добираться. Хотя магазинчик, в принципе, и кафешечка на конечной остановке 128 маршрута имеется. Как раз таки возле БФВ, где мы с вами находились. Вылетаем на пляж. В этом кадре у нас, конечно, не попало солнышко. Но все равно наши дюны, море вдали, выглядят завораживающе. Самое лучшее место для отдыха. Я считаю, что все равно это Анапа. Ну, по крайней мере, в моем сердце. Вы можете написать в комментариях, что нравится вам. Где бы вы хотели отдыхать, проводить свое время. Ну и море здесь выглядит из-за птичьего полета. Тоже просто великолепно. Ну, давайте теперь отправимся непосредственно к тому месту. Это, кстати, вот озеро. Тут палаточки стоят очень часто. Выглянуло солнышко и краски совершенно поменялись. Здесь еще неделю назад все было залито водой. Сейчас лужи стали меньше и появилась возможность проехать туда дальше. Непосредственно к диким пляжам и на парковку. Там, где располагались летом машины и куда ходила маршрутка. Этот маршрут, я думаю, очень многим знаком. Особенно тем людям, которые приезжают ради вот этих мест, ради этих пляжей, чтобы наслаждаться уединением. Хотя уединенными их можно назвать лишь с натяжкой. Это если пешком пройти туда еще в сторону Благовещенской, то сможете себя найти. Хотя и туда, так сказать, любители офф-руада добираются. И там придется отдыхать, наверное, среди машин. Но там больше свободного места однозначно. Здесь я вообще подумал о том, что, наверное, дальше не проберусь, но рискнул и добрался поближе. Впереди вы видите с красными крышами то самое строение, которое зовется у нас в народе Фея 5. Обещали его снести, но снестили там пару зданий рядышком и, собственно, на этом закончили. Я решил раскладывать в небе. Давайте-ка посмотрим, что здесь представляет из себя дорога. То есть по дороге не проехать. Видим, что ребята добрались до сюда. Дальше пошли пешком смотреть, есть ли возможность туда пробраться. Но возможности, как мы видим, нет. Посох, по крайней мере, только если заезжать в воду и рисковать. Оправдан ли такой риск? Я не могу ответить однозначно. Потому что вы можете потерять свою машину. Вода здесь соленая и лишняя соль на вашем кузове ничего хорошего не приведет. А вот это то место, где мы проводили свое детство, дорогие мои. Вот именно на этих раскатах в детстве ловили рыбу. А вот это та самая прорва. Это еще первая. Федали можем увидеть вторую. Решил вам показать их вот сначала с высоты птичьего полета, чтобы вы оценили просто масштаб. А это вот то место, где впадает. Видите, какой цвет как раз-таки воды, выходящей из лимана. Вот такой зеленый янтарный прям цвет. И из-за этого вот в море купания мои приостановились. Потому что нет желания купаться в такой воде, которая в лимане копилась, стояла очень долго. Ну какие виды, да? Просто фантастик. Смотришь, аж сердце захватывает. Даже сейчас я вот смотрю на экране, озвучивая данный видеосюжет и у меня прям восторг. Вот здесь я оставил машинку и решил, что дальше может точно не проберемся. Думаю, давай-ка отлетим и посмотрим, как оно выглядит со стороны. Собственно, это первая прорва. Их вообще раньше было три, даже четыре, помню. И первая была на улице Мира. Не поверите, соединялась и в том месте у нас в море как раз-таки с лиманом. Вот это вид уже сверху. Видите, насколько зеленая вода. А это прорва номер два. Я вам предлагаю над ней пролететь в таком быстром формате и ощутить как раз-таки мощь всей этой реки. Огромное количество воды сейчас вливается в море. На самом деле, если упадет уровень лимана, то и у нас везде грунтовой воды уйдут меньше. Потому что лиман у нас такая, как чаша, которая принимает в себя воду. И вот очень многие, так сказать, хотят наложить лапы и уже начали в районе витязева отсыпая и застраивая его. Так вот, чем меньше будет эта чаша, тем больше мы будем тонуть в витязевом. Сейчас никто не даст соврать, что уже очень много воды стоит в подвалах у людей. И это на самом деле очень печально. Хотелось бы, конечно, чтобы все-таки наши строители, так сказать, были в симбиозе с природой. Ну вот вы видите, если здесь бывали, это за второй прорубой. Полностью все пространства залиты водой и снежинки пролетают. Вот такая погода. Вроде бы светит солнце, но при этом у нас еще идет и снег. Надеюсь, перфоратор звук вам прям доставляет удовольствие. Я в шоке от того, что кто-то под вечер решил что-то просверлить. Но времени нет. Монтируем дальше. Мы сейчас будем в том месте, где разделяется на два канала, пролетать влево. Если вы заезжали до второй проруби на машине, то как раз таки вот по этим местам вы тоже двигались. И вот это то место, где выходила рыба. И вот здесь она теряла направление, какая-то уходила влево, вправо. А мы сидели вот впереди остров. Сейчас вы увидите как раз таки на нем. И ждали этого момента. И вот как только рыба выходила на миляк, мы прыгали за ней. Мы руками, там кто-то там какой-нибудь палкой ее пытались поймать. Рыбы было просто нереально много. На этих раскатах также росли мидии. И вот именно этот тот остров, который в воспоминаниях детства у меня остался. И до сих пор я это помню. Хотя давно уже не видел все эти места именно в таком виде, чтобы они были живые, с водой. Ну, мне интересно, оживет ли лиман или не оживет. Мы будем с вами, как говорится, следить за этой ситуацией и держать ее на контроле. Это все, что мы можем сделать в свое время. Вот вопрос, да, вы можете видеть, как раз таки пролетаем через дюну. Я чуть позже озвучу, потому что посмотрите на нее и потом услышите. Ну, а это тот самый пляж Тартуга, который привлекал сюда очень много людей. Здесь было кафе вот впереди, в котором мы с вами ели разные вкусности. Такой вот получился обзор сверху. Надеюсь, что вам понравилось. Я думаю, вам видно, да, сколько впадает в море сейчас вот этих вот всяких зеленых, так сказать. Ну, будем считать, что это водоросли. Но, на самом деле, произошло заивливание водоемчика. И вот все это, я думаю, сверху видно, с какой силой выбрасывается туда это огромное количество ила. Это можно назвать тоже фосфорицидными соединениями, из-за чего море мутнеет и может начать цвести. Как будет, мы будем смотреть за обстановкой. Но вот мне порадовало, что пролетая в ту сторону, видите, здесь поворот идет туда. И вот там все, где пляжи, которые мы были, Можипсин, на пляжике улица Мира, везде водичка мутная. В принципе, это сверху с квадрокоптера тоже было видно. Именно из-за того, что сейчас идет большой выброс воды из лимана. Лиман, вы видели там в центре, когда мы вылетали, есть острова. То есть, когда он набирается максимально, воды этих островов нет. То есть, чтобы вы понимали, он выдерживает даже больше воды. Я помню, когда островов не было. Потом летом они появлялись, мы по ним извините, путешествовали сюда, ходили там, охотились на рыбку. За вот этими дальними островами, кстати, самая большая глубина в лимане, там можно и с головой уйти. А все остальное там, ну, где-то по поясам, по грудь максимум было мне в детстве. Сейчас здесь стою, вспоминаю все эти моменты. В этом перекате в шторм, особенно волны, сами заходили в лиман. То есть, не такой поток подошел, а именно волны заходили в лиман. И с этими волнами заходили рыбы. Огромное количество пеленгаса туда на покушать, так сказать. Потому что там гораздо больше в отрасли всего, чего очень нужно для пеленгаса. Особенно очень много мы копали раньше червя морского, на которые очень хорошо пеленгас клюет. Сейчас я даже не знаю, можно там накопать червя или нет. Ну, вроде бы, люди пытаются копать здесь на плавнях. По такой воде, как раз таки, она впадает в море. Если косяки рыбы почувствуют, что здесь появился планктон или что там, что им будет вкусно есть, она может зайдет в лиман. Мы будем следить за этой обстановочкой. И самое интересное, что поступает абсолютно разная информация ко мне. О том, что кто-то говорит, что прорыли, кто-то говорит, что само продавило. Я, честно, не знаю ответ. Но, допустим, вот здесь вы можете увидеть, что была дюна, да. То есть вот так вот она стояла. И что оно само сквозь так дюну потекло. Ну, не знаю. Я не верю в это особо. Мне кажется, они немножко помогли. И там вот вторая прорва. Когда мы летали, она вообще-то по прямой. Ее давно делали, чтобы заменить эту прорву. Не знаю, с чем это было когда-то связано. Потому что я тогда еще малой был. Я знаю, что вот там домик, если вы разглядели, вот его даже отсюда можно увидеть. За дюнами торчит. Раньше там была рыббаза. Разделывали рыбу, что ли, консервы даже фасовали. То есть здесь все работало во время СССР. Ну, потом стало как-то ненужным. Поэтому у нас и рыба стоит бешеных денег. Потому что по-другому ее стали добывать и нам предлагать. А раньше приедешь, что рыббригаде можно было свеженькую по дешевке купить. Вот, не знаю, очень много информации в голове. Давайте еще расскажу, как мы приходили сюда в детстве, по весне, летом, когда как раз-таки открывалась прорва. Мы там через один остров садились возле него и ждали, когда рыба начинала кишить, кипеть. Она как-то, знаете, партиями выходила не постоянно, потому что сбивалась косяк и выходила, допустим, в море. И мы на нее набрасывались. И там кто... Ну, за день там одна рыба. Больше сил у детей не хватало. И счастливые хватает. Еще домой бежишь. Но зато, если она была вот такая. Это только глаз. Было круто. Воспоминания классные. Так же вот на этих перекатах росло очень много мидий. Представьте, мидии успевали вырасти. Говорит о том, что вода была постоянная. Мы их собирали на железку какую-нибудь кидали. Благо их тут было много. Костерчик под ней. Мидии поели. Брали с собой просто спички и приходили сюда. И жили, радовались рано утром в эту сторону. И под ночь уже обратно. Пока птички живят. Вот это было детство, друзья. Лиман был не как сейчас вот с такой вот зеленой водой, с чистейшей. Там купались люди. Это считалось даже полезней. Лечебная грязь была в Лимане. На даже базу отдыха. Видите, где построено было. Там были персы. Ну, понятно, что там камыш возле берега. А дальше люди, реально, он был очень теплым и хорошим. На море зачем было ходить? Лиман, вот он. Тот же самый морской залив. Хотелось бы, конечно, чтобы это возобновилось. Но для этого должны очень много сойтись, так сказать, звезд. Надеюсь, вам было интересно посмотреть, узнать информацию. И вот в такой формат, в таком качестве получить видеосюжеты. С вами был Игорь Озаровский. Всем пока-пока. Побежал я. Пипец, как холодно, ребят. Одной градусов, сильный северный ветер и снег срывается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok